SCP-1494 – изгое терминала, класс объекта Евклид. Особый слой содержания. Все рейсы, отправляющиеся из международного аэропорта Холливуд, расположенного в городе Форт-Лоттердейл, Флорида, должны быть оснащены устройствами наблюдения и слежки, размещенными в багаже и на случайных пассажирах. Также предлагаются усилия для предотвращения появления феномена SCP-1494, таких как перевод вторых пилотов старше 45 лет на другие рейсы, недопущение эксплуатации лайнеров, произведенных до 2008 года, изъятие определенных напитков со самолетов, покидающих аэропорт. Все эксперименты с SCP-1494 в настоящее время приостановлены. Сообщения о случаях поражения людей, имеющие отношение к SCP-1494, должны быть скрыты, а записи конфискованы и заменены версиями, подвергшимися цензуре. Родственники и сотрудники правоохранительных органов должны быть обработаны амнезиаками класса С. Описание. Описание. Проявление феномена SCP-1494 Для возникновения эффекта должны быть соблюдены следующие условия. Как минимум 70 пассажиров находятся на борту самолета. Самолет должен быть произведен до 2008 года. Должны подаваться напитки марки Coca-Cola. Второй пилот самолета должен быть старше 45 лет. На борту не должно быть воздушных маршалов или сотрудников фонда под прикрытием. Субъекты, покидающие самолет во время остановки попадают в место, являющиеся, по-видимому, точной копией терминала Международного аэропорта Jacksonville, полностью укомплектованного сотрудниками. Все электрические розетки являются работоспособными, но оборудование для связи, к примеру, сотовые телефоны и устройства с выходом в интернет не будут заряжаться. Оно, однако, будет функционировать и принимать сигнал, пока не исчерпает запас энергии. Журналы системы сотовой связи покажут, что звонки исходили из Международного аэропорта Холливуд. Не было замечено самолетов, приближающихся к терминалам отправления, а самолеты, приближающиеся к терминалу прибытия. Начало сноски. Было замечено, что изредка к терминалу прибытия подлетают экземпляры SCP-1387, аномальные свойства которых распространяются на субъектов, попавших в SCP-1494. Каким образом экземпляр SCP-1487 появляется в SCP-1494, до сих пор неизвестно. Конец сноски. Прибывают только из Международного аэропорта Холливуд. Если субъекты, оказавшись внутри терминала, попытаются пройти в остальные помещения аэропорта, их уведомят, что они были обвинены в акте государственной измены и им отказаны во въезде. В зависимости от страны и их происхождения, они будут обвинены в разных актах госизмен. Субъекты будут считать, что обвинения являются законными, вне зависимости от того, совершали ли они госизмену любого рода, и возможно ли вообще осуществить действия, в которых их обвиняют. Примеры обвинений в госизмене. Субъект, либо же субъекты. Один взрослый мужчина. Страна происхождения США. Действия. Обвинения в продаже секретной информации американским газетам. Утекшая информация, похоже, относится к стратегической оборонной инициативе «Звездные войны» системе противоракетной обороны, разрабатываемой во время правления администрации Рейгана. Одна девушка, подросток, Франция, обвинена в измене короне. При этом было сказано, что при возвращении домой или в любую другую страну, она будет экстрадирована и казнена по усмотрению короля. В документе содержится содержание эту информацию. Присутствовала королевская печать короля Франции Карла X. Один пожилой мужчина, опознан как гражданин бывшего Советского Союза, информирован, что он был обвинен в саботировании революции и сговоре с контрреволюционными силами. Обвинения указывались аналогичны предъявленным в ходе сталинских числок в 30-х годах. Группа субъектов на отдыхе, непризнанное государство засекречено, субъекты были по отдельности обвинены в одинаковом преступлении, уничтожении секретных документов и получении одинаковой документации, якобы из их дома, подтверждающую это. Один взрослый мужчина, виртуальное государство засекречено, обвинен в отказе убирать мусор с родных мест в далекие страны, что привело к непопереполнению мусорного бака и болезни национального любимца, королевы Фуфу. Субъекты, обвиненные в подобных действиях, часто образуют внутри терминала небольшие общины, общаясь с сотрудниками службы безопасности и администрации аэропорта по поводу их текущего положения. По последним наблюдениям, были сформированы небольшие, несколько небольших анклавов, которые существуют за счет того, что могут купить в буфете терминала и того, что извлекают из багажа, поступающего в аэропорт. Ими были созданы сооружения из-за чемоданов, одежды и мусора. Кроме того, было сообщено о черном рынке предметов, пронесенных в аэропорт контрабандой. Впервые о SCP-1494 было сообщено 11.03.2008, когда несколько пассажиров рейса удалено, были объявлены пропавшими без вести во время перелета. После того, как сообщения о непредвиденной и неустановленной посадке стали известны сотрудникам фонда, внедренным в корпорацию Spirit Airlines, были применены амнезиаки и инициированы исследования феномена. С 04.10.2008 SCP-1494 считает самосодержающейся аномалией класса Евклид. Приложение. Изучение деятельности в аэропорту указывает, что самолет, который задержался в данной долине и совершил непредвиденную посадку в международном аэропорту Форт Лоттердейл, был позже объявлен пропавшим, а все пассажиры объявлены погибшими. Никаких следов рейса не было обнаружено, за исключением записей, изъятых сотрудниками фонда, следящими за полетом. Наиболее примечательные свидетельства о полете. Записи с камеры безопасности не подтверждают полетные данные и не показывают никаких признаков наличия самолета или пассажиров. Пилот и второй пилот не были упомянуты ни в какой документации, относящейся к полету. Экземпляр сборника рассказов «Кошмар на высоте 20 тысяч футов. Историй ужасов» Ричарда Мэттисона был обнаружен на территории терминала, где, как считается, он появился вместе с пассажиром. Субъекты в аэропорту сообщили, что слышали звуки снимаемого металла, в то время как самолет был в районе выхода для прибывающих пассажиров. На взлетно-посадочной подойте был обнаружен разбитый ноутбук. Этот компьютер идентичен выдаваемым сотрудниками службы безопасности аэропорта. Сильно поврежденный экземпляр стандартных протоколов безопасности аэропорта был обнаружен на территории терминала, где, как считается, он появился вместе с пассажиром.